Девочки, всем привет! Сегодня для вас снимаю видео про мои новинки, покупки из интернет-магазина NYX. Покажу, как всё пришло. Я заказала буквально несколько продуктов, но не хочу это смешивать с другими покупками, чтобы отдельно, более детально рассказать вам, что и как. Это было моё первое знакомство с косметикой NYX. Не хотела ничего там особо нагребать слишком, но очень хотелось заказать то, что я считала мне очень важно. Поэтому приступим. Покажу, как всё пришло. Пришло через новую почту, такой пакетик. Не знаю, кому интересно. Здесь накладная на продукты. Вот такая вот коробочка. Её открываем. Здесь вот такая бумажка непонятная. И там, собственно, лежат продукты. Ну и, в принципе, подетальнее расскажу, как и что. Всё пришло, слава богу, ничего не побилось. Вроде как, ну, нормально. Средненькая упаковка, ну, в принципе, нормально всё упаковано было. Немножечко скажу про интернет-магазин. Никакая не реклама, не подумайте ничего. Просто искала долго, как и что. И заказала. Вот. Именно решила остановить свой выбор на этом интернет-магазине. Как же он называется? Никс. ИНОА. Как-то так. Вот. Ну, он мне показался более какой-то такой нормальный. И по ценам тоже, я так посравнивала, более-менее нормально было. Вот. И поэтому решила заказать. Это в Киеве находится сам магазин. И думаю, ну, как-то вроде мне показалось более-менее нормально всё оформлено и так далее. Вот. И поэтому там решила заказать. То есть, всё заказывала за свои деньги. И не подумайте, что это там реклама. Или просто, если кому-то интересно, то вот могу посоветовать. В принципе, всё нормально. Позвонили, рассказали. Доставка. Я ещё ждала там два продукта, потому что не было в наличии. Ну, как-то всё нормально. Вот. И приступим, в принципе, уже к продуктам. Заказала я... Я уже вам говорила, что я хотела себе какой-то новый бронзер. Вот. И увидела там вот этот бронзер. Выбор года, по-моему. Что-то beautiful или что-то такое какое-то. Или то ли журнала, то ли, не знаю. Вот. Выбор года. Ну, и не из-за этого заказала, а просто заказала из-за того, что мне понравился цвет. Вот. MBB02 Deep. Вот. Открываю коробку. Здесь вот он такой кругленький. Я уже всем недельку где-то пользуюсь. В принципе, могу как бы своё сложить какое-то мнение. Вот так вот он и выглядит. Открывается коробочка. Здесь зеркало большое. Вот такой вот бронзер. Вы помните, да? Мой вот, который чинит чита, он немножечко тепловат и с шиммером. Слегка с блеском. Ну, его, конечно, на лице буквально чуть-чуть видно. Вот. Этот, что меня привлекло в этом бронзере, то, что он матовый. Мне хотелось матовое что-то. И то, что он оттенка более такого серо-коричневого. Ну, хотя тоже в тёплый немножко уходит. Вот. Вот сегодня нанесла. В принципе, буду ещё что-то, наверное, искать. Всё-таки это не то, что я хотела. Но, тем не менее, ложится хорошо, растушевывается хорошо. Набирается хорошо. Приятный такой запах. Ненавязчивый. Неплохой бронзер. В принципе, понравился по свойствам. Хорошо держится, никуда не девается. Даже при моей комбинированной жирной коже он никуда не впитывается. То есть, целый день, в принципе, на лице он находится. Вот. Неплохой цвет. Ну, это, по-моему, самый холодный, который из всех там оттенков был. Вот. Я выбрала именно этот. Но он оказался, вот, видите, слегка, ну, слегка тепловатый, я бы сказала. Когда растушевываешь, когда открываешь коробочку, кажется, что он более такой холодный, да, серо-коричневый. Вот. Но, когда наносишь на лицо, то получается, ну, такой слегка всё-таки немножечко тепловатый подтон даёт. Вот. А так, в принципе, неплохо ложится, хорошо контурирует, растушевывается хорошо. Ну, не знаю, довольно, довольно. Ну, и стоит, я бы сказала, не очень дорого. Следующий продукт, что я заказала, мне очень хотелось какую-то... У меня есть много теней, но как-то матовых теней, именно натуральных у меня нет. И я пал, мой взгляд, на такую палетку. Я думаю, вы уже многие, может, знаете. Вот так называется, натурель, номер TNS01. Здесь в комплекте шёл, вот так вот она выглядит, в комплекте шёл спонжик. В принципе, кстати, спонжик неплохой. Такой упругий. Ну, насколько его хватит, но специально вот пользовалась, чтобы всё-таки как с собой, если взять, то, в принципе, кисточку можно и не брать. И сегодня делала макияж именно спонжиком. Неплохой спонжик. Можно попользоваться, если нужно. Так, приступим к оттенкам. Вот такие вот оттенки, шесть штучек их, натуральные. Там есть фотография на сайте, вблизи, по-моему. Ну, вроде как посмотрела, вроде нормально. Хотя там, в основном, многие у них тени, они шиммерные. Я так посмотрела, это шиммерные. Это мне показалась более такая универсальная палетка. И, значит, первый оттенок. Первый оттенок такой бежевый. Бежевый, в принципе, не очень пигментирован. Ну, его практически не видно. Вот наносила сегодня под бровь. Ну, слегка видно. Чуть-чуть. Ну, такое, знаете... Перед нанесением каких-то основных теней просто высветлить немножко века, чтобы не пудрой запудривать, а вот именно этими тенями. В принципе, нормально. Ну, как бы, как-то так. Не скажу, что я супер довольна. Ну, матовые, мне хотелось матовые, бежевые именно оттенок. Следующий оттенок, он такой золотистый, с блеском. Ну, не знаю. Не знаю. Мнение, конечно, у меня неоднозначное по поводу него. Он такой... Одни такие блестяшки. Вот вам видно. Тоже не очень такой... Ну, на руке вот так вот. То, в принципе, такой, видите, отлив немножко даёт. Ну, под бровь, в уголки глаз, во внутренние он не годится, потому что кристаллы вот эти золотые, он очень такой сыпучий какой-то. Я бы сказала, что я им... Этим, в принципе, даже нормально. То есть, даже, ну, более-менее я довольна то, что я и хотела. Этим не довольна совершенно. Лучше бы он был бы матовый. Пускай бы он был желтоватый, но он был бы матовый, было бы лучше. Следующий оттенок такой бежевый, немножечко с тёплым таким подтоном. Как для растушёвки, я бы сказала. Ну, смотря, конечно, для какого макияжа. Вот. Вот такой вот, слегка такой беж. Можно тоже сделать полностью на всё подвижное веко. Его наложить, немножко затемнить уголок. Как бы на каждый день, в принципе, нормально. Следующий оттенок мне очень понравился. Вот именно такой бежевый. Красивый оттенок. Он не жёлтый. Ну, такой слегка тепловатый. Чуть-чуть буквально. Ну, именно такой беженюд. Вот вы даже его на руке не увидите. Он полностью... Я его наношу на подвижное веко. Он очень красиво так, в принципе, высветляет. То есть, и не белый, и не жёлтый. Красивый бежевый оттенок, я бы сказала. Да, вот именно бежевый. Что-то там какие-то светоотражающие вроде как есть. Частички, ну, какие-то такие мелкие-мелкие. Но их вообще не видно. Вот, следующий оттенок. Вот этот вот. Он такой, как бронза. Красивый. Мне понравился. Очень. Вот так вот он выглядит. Сегодня нанесла на подвижное веко. Красивый очень. Мне очень понравился. Неплохо наносится, в принципе. И хочу ещё сказать, что тени держатся целый день. Даже без базы. Я тестировала и так, и так. Держатся хорошо. Ну, вот, которые есть. Тёмные, которые видно. И самый... То, что мне больше всего понравился, это вот этот вот оттенок. Он такой серо-коричневый. Очень красивый. С таким каким-то отливом. Вот сегодня я их наносила вдвоём. На подвижное веко. Здесь вот этот бронзовый. И немножечко в уголок вот этот тёмный. Ну, в принципе, мне очень понравился. Цвет такой хороший. Именно не тёплый. А именно такой холодный. Серо-коричневый, что ли. Вот. И сделаем выводы. Значит, наносятся неплохо тени. Немножечко такие... Смотря, чем наносить. Аппликатором, в принципе, не крошится. Но кисточкой немножечко есть. Так, пылят слегка. Бежевый довольна. Вот этим вот тёплым довольна. Вот этим бежевым очень довольна. Ну, вот этими тремя очень довольна. Ну, светлый как бы. В принципе, придраться не к чему. Но, может быть, слегка, если бы он был пигментирован лучше, то было бы получше. Вот такая вот палетка. Ещё раз вам покажу. Посмотрите. Красивые оттенки. Я, в принципе, на 80% довольна этой палеткой. Буду пользоваться. И очень удобно, что они вместе. Можно с собой взять куда угодно. И, в принципе, сделать, я думаю, как дневной. Если пробовала делать вот этим с тёмным смоки, то даже неплохо смотрится. Хорошо. Вот. И последний продукт. Тот, что я заказала. У меня не было такой кисточки. Наверное, уже у всех есть. Но у меня не было. Это кисточка для растушёвки теней. Вот такая вот. Сейчас открою, покажу. Была в пакетике запакована. Называется номер её B12. То есть для растушёвки, как написано на сайте, в складку. Для растушёвки в складку. Номер. Вот так вот она называется. B12. Поближе покажу. Вот смотрите, какая кисточка. Ну, мне похоже, что она натуральная. На сайте ничего не написано совершенно. Пользуюсь уже недельку, как сказала. Очень упругая. Хорошо набитая. Вообще, как проверять кисточки такие для теней. То есть, чтобы они были очень упругие. Вот если вы трогаете кисточку любую, даже пускай она маленькая будет. И она вот такая гнётся туда-сюда, то это не очень хорошо. Вот. Они должны быть очень такие упруги. Хорошая кисточка. Я бы сказала, что она натуральная, по-моему. Вот. Недорого стоила. Мне очень она понравилась. У меня только есть плоские кисти для растушёвки. Такой вот кругленько не было. Мне очень хотелось эту кисточку. Такой круглой формы именно для растушёвки в складку. Очень хорошо наносит тени. Хорошо наносит в складку тени. В принципе, неплохо растушёвывает. Моментально вообще растушёвывает. Хорошо ложатся тени. Мне она очень понравилась. Я думаю, с этого момента я стала фанатом этих кисточек. Таких кругленьких для растушёвки. Поэтому буду дальше продолжать своё знакомство с такими кисточками. И пробовать какие-то ещё бренды. И заказывать себе такие кисточки. Так что мне очень понравилось. Там у них ещё есть на сайте такая тоже похожая кисточка. По-моему, похожая на вот эту. Есть ещё для растушёвки. Есть, по-моему, ещё карандаш. Надо будет посмотреть, если что заказать. Ну, понравилось. Волоски не вылазят. Ничего вообще хорошее. Не знаю. Может, конечно, мне не с чем сравнивать именно с таких кисточек. Но мне понравилось. Очень понравилось. Девочки, такой вот был у меня мини-обзорчик. На мои первые продукты от NYX. Мне очень понравилось. Я думаю, кое-что я ещё попробую. Мне там хочется попробовать. Корректоры, консилеры под глаза. Потом для бровей там есть. У них вроде как неплохая. Я так отзывы смотрела, девочек. Неплохая палеточка для коррекции бровей. Может, какие-то блески или помады. Ну, вот что-то. А, ещё мне понравился. Там хочется заказать кремовые румяны. Не знаю. Может, кто-то пользовался. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои отзывы. Может, что-то подскажете. Что там у них такое интересное есть. Вот такой вот был у меня обзор. Не хотела смешивать с основными покупками. Там у меня ещё кое-какие есть покупки косметические и уходовые. Но не хотела смешивать не Vivienne Sabo до этого было видео. Не вот NYX. Вот. Потому что как-то хотелось отдельно рассказать. Вот. И, наверное, на этом всё. Встретимся в следующем видео про покупки. Не знаю. Первый будет декоративная или уходовая. И, наверное, всем пока.